В России смертность от инсульта одна из самых высоких в мире. Как причина смерти он занимает третье место после ишемической болезни сердца и онкологических заболеваний. На его долю приходится 175 смертей на каждые 100 тысяч человек. По данным национального регистра инсульта, лишь 8% выживших больных могут вернуться к прежней работе. История 29 октября, дня борьбы с инсультом началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила это заболевание глобальной эпидемией. В 2006 была создана Всемирная организация по борьбе с инсультом, которая и учредила этот самый день. Сегодня в организацию входит более 3,5 тысяч индивидуальных членов и более 90 организаций из разных стран мира. Среди них ученые, научные организации и общество по борьбе с инсультом. Работа пациентами с инсультами, на мой взгляд, является одной из самых тяжелых работ, потому что это самая тяжелая категория пациентов, потому что помимо пациентов мы общаемся еще и с их родственниками, которые внезапно получают достаточно трагедию в семье. Поэтому я хочу сказать большое спасибо своим коллегам, санитаркам, медсестрам, докторам, которые работают с этими пациентами. Хочу, чтобы им хватило терпения для работы с этими пациентами. И мое искреннее спасибо за то, что они работают и за то, что они выполняют качественно свою работу. Инсульт – это состояние, при котором в результате прекращения поступления крови в головной мозг из-за закупорки артерий или излития крови через разрыв стенки сосуда происходит повреждение или гибель нервных клеток. Этот недуг по сей день остается одной из главных причин смерти и инвалидности как в мире, так и в России. По данным Всемирной организацией здравоохранения ежегодно в мире более 13 миллионов человек переносит инсульт. Около 5,5 миллионов человек умирают от этой самой болезни. На сосудистые заболевания приходится более половины смертей. Причем, если недавно инсульт встречался в основном у пациентов старше 60 лет, то в настоящее время около трети случаев приходится на людей трудоспособного возраста. Университетская клиника Казанского федерального университета использует все методы диагностики инсульта, чтобы на разных стадиях выявить заболевания и помочь людям в период реабилитации. Располагая хорошим техническим оснащением, неврологическое отделение с сосудистым центром принимает пациентов с разной степенью тяжести перенесенного инсульта и помогает им восстановление. Отделение неврологии принимает инсульты Советского, Вахитовского и Приволжского района и рассчитано на 41 койку. То есть мы можем принять 41 пациента с инсультами. Там поступают инсульты ишемические, геморрагические, транзиторные ишемические атаки, то есть все инсульты, которые существуют. На текущий день преимущественно инсульты это все же заболевание более пожилого человека, хотя согласно современным данным инсульт молодеет, если верить информации. Но это связано в первую очередь с тем, что во-первых больше стрессов, больше недостаточно вторичной профилактики и лучше диагностируются инсульты, учитывая современные тенденции. Благодаря вовремя оказанной помощи большая часть пациентов с инсультом успешно проходит период реабилитации и может вернуться к нормальной жизни. Однако занять это может не один месяц. Елизавета Газизянова, Ильшат Хусаянов, Универ Новости.